ДИКОТОМИЯ Справедливость выражалась в законах, принципах, заповедях, в некоторых родах писанных правилах. И с точки зрения христианства то, что называется справедливостью или законом, оно репрезентируется в виде Ветхого Завета. И с другой стороны, мы говорили о некотором конкретности добра. И конкретность добра, она не могла быть изображена в виде некоторых заповедей, принципов и законов. Но тем не менее, в каждом конкретном случае надо было бы действовать специальным образом, то есть каким-то конкретным образом. На все случаи жизни невозможно было выписать, что состоит добро. И вот эта дихотомия между справедливостью, как некой абстрактным равновесием, абстракцией закона и между конкретностью добра, у нас существовала такая дихотомия. Мы потом указывали на то, что существует еще два вида добра, которые представляют собой абстрактное добро. Это добро в виде экономического обмена и добро в виде гостеприимства, либо помощи на дорогах. Это такая метафора, чтобы просто отличать корыстное добро от разумного эгоизма. И проблема состояла в том, на самом деле, что когда мы говорили о конкретности добра, и поскольку вот эта конкретность добра невозможно выразить в никаком отдельном правиле, отдельной заповеди, а требовалось каждый раз в некой конкретной ситуации просто вести себя неким правильным образом, то у нас получалось, что единственный способ, каким мы можем такое добро осуществлять, это была совесть, некое веление сердца. И получалось так, что это веление сердца, оно вроде оказывалось бессознательным, и эта совесть определялась тем коллективом, к которому мы себя причисляем. И получалось странно, на самом деле, что это конкретное добро, это был некий бессознательный способ, каким мы себя ведем в различных ситуациях. И получалось, что нравственность, она сведена была вот этой бессознательной совести, и весь вопрос, как бы, о том, что, возможно, какая-то этика, он как бы сводился к тому, что просто надо жить согласно совести, и все. И тогда возникла проблема, состоящая в том, что у нас же есть вроде сознание, нельзя ли бессознательную эту совесть поднять до уровня сознания, нельзя ли на самом деле придумать и сформулировать все-таки этику сознательным образом, и одновременно остаться в этике добра, то есть, чтобы добро осталось конкретным. И тут возникла проблема, связанная с тем, что всякая формулировка такого добра, она должна опираться на мышление, на некие абстрактные законные принципы, и никаким другим способом мы не можем сформулировать ничего в этом мире, кроме как с помощью вот таких абстрактных принципов, заповедей и прочего. И законов. Законов, да. Почему? Потому что так мышление устроено. Всякое мышление всегда говорит, использует понятие, и поэтому всякий раз остается только в абстракции. То есть, этика невыразима. Да, и получается, что вот эта конкретная этика невыразима, и тут есть дилемма, да, получается, что мы не можем этику сделать ничем-то сознательной, мы должны довольствоваться только совестью. И тогда возникла идея, на самом деле, поднять этик, вопрос об этике с уровня одного человека до уровня общества в целом. Тут, на самом деле, еще надо, еще одну проблему сказать. Помимо проблемы невыразимости этики, и непонятно, как возможно поднять ее до уровня разумности, существовала еще одна проблема, связанная с разумностью. Дело в том, что если этика рассматривается на уровне отдельного человека, то тогда непонятно, почему этот человек должен поступать в соответствии с этим конкретным добром. Потому что это конкретное добро, как мы исследовали, оно является жертвенным. И непонятно, почему отдельный человек, и ради чего он должен собой жертвовать. Получается, что вроде как он должен был поступать как-то бессмысленно, потому что всякого рода целеполагание, всякого отдельного индивида, оно всегда опирается на его субъективность. А субъективность в сфере этики называется эгоизмом. Получается, что каждый отдельный человек, когда действует, всегда должен опираться на свой эгоизм. И получается, что он тогда только разумно действует, когда опирается на этот эгоизм, поэтому всякое его действие является эгоистическим. И тогда возникал странный вопрос, ну как же он тогда может жертвовать собой, ведь это же не эгоистический поступок. То есть, получается, что отдельный человек не может действовать не эгоистически. И тем самым, если он действует жертвенным образом, то есть пытается действовать не эгоистически, то он действует просто неразумно. Вот такой получался парадокс. И когда мы подняли этику на уровне общества, быть может быть можно, как я сказал, уже здесь две причины, да? Быть может быть можно так сформулировать идеальное общество, чтобы вот эти вот жертвенные действия отдельных индивидов, с одной стороны, были разумными, да? Потому что у них была бы цель. То есть, она бы обосновывалась не со стороны отдельного индивида, да? А со стороны общества в целом. То есть, если отдельный индивид жертвует собой ради общества, то, может быть, он жертвует своим эгоизмом, но, тем не менее, его эгоизм оправдан в смысле разумности того, что он как бы жертвует собой ради общества. А с другой стороны, на уровне общества можно было бы организовать общество таким образом, разумно, да? Чтобы в этом обществе, опять же, возникла некоторая новая совесть. И как бы вот эта совесть, она была, поскольку общество устроено разумно, она как бы была бы не просто чем-то случайным и бессознательным, она бы опиралась, в том числе, и на некий сознательный выбор. И вот мы таким образом достигли просто точки наших исследований, да? Почему мы именно сейчас рассматриваем этику с позиции не отдельного индивида, а с позиции общества в целом. Просто сама логика добра приводит к тому, что для того, чтобы мы могли добиться реализации, ведь мы везде говорим не просто об этике абстрактной, а мы везде говорим о реализации этики. И добро, оно потому и конкретно, что мы всегда говорим не просто о добре абстрактной, а мы говорим о добре в смысле его реализации. И получается, что этика добра может быть реализована только в некоторого рода таком идеальном обществе, в котором эта воля индивида будет подчинена некоторому воле целого организма общества, и он будет собой жертвовать ради целого общества. Не только он отдельный индивид, а в обществе так будет устроено, что каждый отдельный индивид будет действовать не только ради самого себя, то есть не только жить в эгоизме разумном, но также будет действовать и ради общества в целом, то есть ради других. И он будет это действовать не исходя из каких-то принципов и правил, а исходя из того, что он живет в этом обществе правильно устроено. И у него просто выработалась некоторого рода совесть. Но совесть уже, как подразумевается мою мысль? Мы мыслям следующим образом, мы понимаем, что общество должно быть как-то правильно устроено, и примерно устраиваем это общество на основании правильных принципов той самой справедливости, о которой идет речь. Но цель наша состоит не в том, чтобы добиться в этом обществе справедливости, а цель наша состоит в том, чтобы выработалась нового рода совесть, которая в каждом конкретном случае будет указывать, где нужно действовать правильным. То есть на самом деле мы будем действовать из того, что мы на основе разумных принципов организуем некоторого нового вида общества, то, что мы называли общиной христианской, либо коммунистическим обществом, об этом много говорили. Сейчас может это пропустить немножко. Но суть вопроса, но наша цель состоит не само это общество, правильно организованное на основании принципов, а наша цель состоит в том, чтобы в этом обществе сложилась некоторого нового рода вида совесть, которая позволяла бы каждым отдельным людям, на самом деле, в каждом конкретном случае знать, как себя правильно вести. Вот в чем задача. То есть такая какая-то хитрая окольная логика, где вроде бы опять же все свелось к совести, но эта совесть не возникает стихийно, как она возникает в любом обществе или в любом коллективе. Люди как-то с другим соотносятся и возникает некая коллективная совесть стихийная. А речь идет о том, чтобы эту совесть конкретно взрастить на основе правильного. То есть мы устраиваем общество, чтобы взрастить в ней правильную совесть, которую мы хотим, чтобы она возникла. Но поскольку мы не можем сформулировать, в чем эта совесть состоит, мы можем только ее вырастить. То есть мы можем устроить rêвнов общество неких правильных принципов с целью вырастить новую совесть. В этом стоит задача. Потому что добро невыразимо, да, вот оно является конкретным, нельзя его в виде правила, закона, свода, правил как бы выписать. Но! Её можно вырастить, то есть взять людей, которые живут в некотором сообществе, построенном некоторым образом в внешней стороне правильно, но в силу того, что они живут вместе, постепенно у них формируется некоторое правильное… по каждому конкретному случаю возникает некоторое правильное понимание того, как надо действовать, и постепенно вырабатывается некоторая новая совесть, да, но эта совесть уже будет выработанная, воспитанная в некотором роду правильно устроенном обществе. То есть целью является не само идеальное общество, а та совесть, которая будет в нём выращена. Потому что только эта совесть обеспечит нам этику добра. Вот такая логика, на самом деле, в которой мы работаем. И поэтому, когда мы говорим о коммунизме, то ведь речь идёт не о том, что мы можем сформулировать, как он будет устроен, да. Речь идёт о том, что вот надо построить внешним образом какое-то правильное общество, в котором возможно возрастить такую совесть. сформулировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова